В 18 лучших учебниках, переведенных на казахский язык, презентовались сегодня в Астане. Это труды ведущих ученых мира. Всего же будет приведено 100 образовательных книг. Проект реализуют в рамках президентской программной статьи Болошака Багдар Рухани Жангру. В сегодняшней презентации участвовал и глава государства. Руслутан Азарбаев отметил, перевод лучших мировых учебников, помимо новых знаний, даст возможность значительно обогатить государственный язык. Иван Тулинов расскажет подробнее. Переведенные учебники пока красуются на полках библиотеки первого президента, но уже скоро ими смогут пользоваться все казахстанские преподаватели и студенты. На казахский язык переведено 18 образовательных книг из 100 запланированных. Среди них труды по философии, социологии, психологии, экономике и другим дисциплинам. Когда мы учились, у нас не было на руках такого богатства. Работая на посту президента, мне пришлось со всей этой литературой ознакомиться, будь это менеджмент или управление. Но в научной сфере по направлению психологии, по истории языка, если посмотреть, мы никогда не были знакомы с такой научной литературой. Чтобы подготовить, два десятка книг на государственном языке понадобился год. В процессе участвовали переводчики, ученые и дизайнеры, всего 200 человек. Учебники отбирали по нескольким критериям. Он должен числиться в программе обучения 100 ведущих вузов мира и быть перевыпущенным не меньше трех раз. Если я скажу, что это колоссальный труд, может показаться нескромным, но на самом деле это очень непросто. В среднем объем одного учебника 500-600 страниц. Есть учебники, ну, к примеру, Мейерса по психологии или Мэнки по экономике, которые по 890-900 страниц. И вот все эти этапы провести за практически 10 месяцев на самом деле очень непросто. Ну и, конечно же, все переводчики, люди, которые принимали участие в проекте, очень переживают, как их примут. Перевести учебники на казахский язык профессионально – главная задача специалистов. К работе подключили ведущие вузы страны. Казахстанский национальный университет имени Аль-Фараби перевел 6 книг из 18. По словам ученых, работы было много, однако этот труд пополнил казахский язык. Мы, честно говоря, работали день и ночь. У нас в этом году отпуска, считайте, не было. В то же время мы для себя в научный оборот по философии ввели новые термины. Есть такое понятие – здравый смысл. Не совсем правильный перевод на казахский язык. И мы подумали и решили ввести новый термин. Как называется – приснда магна. Сегодня преподавателям приходится самостоятельно переводить литературу и составлять по ней лекции. Проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» позволит облегчить образовательный процесс. А самое главное – новые знания в Казахстане станут доступнее. Я вот сам в свое время учился на факультете истории, потом в аспирантуре политологии. Откровенно говоря, один учебник на весь факультет, который из рук в руки. Один учебник всего лишь по политологии. И все, из года в год. А потом я уже, когда даже закончил университет и преподавал уже, я опять то же самое – даешь задание, а все равно студенты приходят и ссылаются, берут материал из одного учебника. Я думаю, что программная статья Рухани Жангру удовлетворила потребности студенческой аудитории. Но мы не должны останавливаться только на процессе перевода. Мы должны вводить эти книги в учебный процесс. Учебники можно будет найти в интернете в свободном доступе. Все в рамках закона представители Национального бюро переводов купили у издательств авторские права. Глава государства поручил определить предметы, в обучении которых будут использоваться эти книги. Кроме того, Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости собрать все термины и составить толковый гуманитарно-экономический лексический словарь. Говоря о триединстве языков в Казахстане, президент также дал задание предусмотреть в этом году перевод, в том числе и на русский язык, нескольких зарубежных учебников. Говорят же, что сколько языков владеешь, настолько культурный человек. Это не простое дело. Иногда детей жалко. И так они заняты, бедные, круглые сутки. Но сейчас пожалеешь, потом они вас ругать будут. Нас просто не учили, мое поколение, мое время. Когда было учить? У нас у родителей главная задача была выжить, не умереть с голоду. Когда до детей, до ребенка руки не доходили. А сейчас надо заставлять. Пока возможность полистать и оценить переведенные на казахский язык учебники была только у участников презентации. Уже в этом месяце 10 тысяч экземпляров распечатают в типографии и в течение весны передадут казахстанским бузам. В этом году переведут еще 30 учебников. Иван Тулинов, Омирбек Изимов. При поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан. Астана. Хабар-24.